Смоленск Столько веков там борется Смоленск и является форпостом нашей страны. А Великая Отечественная война еще раз доказала, что стойкость, мужество наших людей, по сути дела, принесли нам победу. Всю неделю на базе школ, детских садов, коррекционы школы-интерната имени Фурагины и других учреждений проходили патриотические конференции, конкурсы рисунка. Проект главы Одинцовского округа Андрея Иванова, реализуемый при поддержке «Единой России», охватил в Никольском более двух тысяч детей. Одним из самых интересных событий эстафеты стала выездная тематическая выставка Краевеческого музея. Мы привозили сюда выставку патриотической рисунка, патриотическая плаката. И, соответственно, там была лекция, рассказ о Смоленщине, о битве, о щите, которая приняла себе основной удар. Один из основных ударов удержал на два месяца. Вот этот такой переломный момент, где мы смогли переформировать дивизию, подготовиться к дальнейшей победе. Кстати, посвящение эстафеты этого года Смоленску вызывает трепет в сердце у Олега Демченко. В начале 90-х он проходил службу в городе Герои. Видел места кровопролитных боев в Великой Отечественной. Мне лично, как человеку, в общем-то, не безразлично эта история. Она не где-то в стране, она рядом со мной. И, в общем-то, я непосредственно был на вот этих передовых позициях, где война проходила. После концерта и традиционные минуты молчания – самая торжественная часть. Передача символов эстафеты памяти, знамени победы, клятвы партизана и боевые гранаты РПГ-40. Они отправляются в лесной городок, где уже готовы к принятию эстафеты. На нашей территории подготовлены также мероприятия, посвященные обороне под Смоленском. Во всех детских садах, школах, ДК, библиотеках будут проходить выставки, также организационные мероприятия, которые будут посвящены этой битве. Наталья Гончарова, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.